Важный вопрос. Разве это не говорит о человеческом происхождении Христа? Это очень важный вопрос. Рожденный не может быть выше родившего. Христос родился не от Иосифа, а от Бога, с которым Он равен. Этот важный вопрос нельзя разрешить одним стихом, вырванным из Евангелия. Евангелист Лука, перечисляя родословную Христа по человеческой ветви, говорит, что Иисус – Сын Божий. Евангелие от Луки, глава 3, стихи с 23 по 36. Никто не знает, почему для спасения людей у Бога был именно такой план – открыться миру в образе человека через единородного Сына, через чудесное зачатие Девы Марии. Писание подчеркивает это многократно. «Я и Отец одно» – Евангелие от Иоанна. Сказал Христос о себе. О Христу можно верить. В Нем нет и не было неправды. Ответ на ваш вопрос находится в послании к филиппийцам, глава 2, стихи с 6 по 11. Он, Христос, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек. Христос был равным Богу, Отцу в прошлой вечности, но ради спасения грешников уничижил себя и согласился родиться от женщины, стать подзаконным, исполнить весь закон, приобрести праведность закона и, как невинный, умереть за виновных и искупить их от осуждения. Его Дух, Личность, никогда не рождался. Он есть Отец Вечности. Сыном Божьим Он был назван только потому, что Его зачатие произошло по чудотворному действию Бога. Ангел сказал Марии, Дух Святой найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя, посему рождаемое Святое наречется Сыном Божиим. Евангелие от Луки, глава 1, стих 35. Так как это было предопределено до создания мира, то в момент этого решения в Совете Святой Троицы Христос уже родился по отношению к Богу. Для Бога нет ни прошлого, ни будущего. Все как настоящее. Апостол Павел говорит о Христе, И так как он добровольно сделался с Сыном, даже рабом Божьим, поэтому однажды сказал, Отец, больше меня. Евангелие от Иоанна, глава 14, стих 28. Но, по сущности, Христос был, есть и остается на веки веков равным Богу. Вот почему Он сказал, Я и Отец одно. Слава Христа не от людей. Он никогда не учился, но у Него должны все учиться. Один у нас учитель, Христос, говорит Евангелие. Он чист, свят, непорочен. Даже злейшие враги Его не могли найти в Нем вины, пришлось искать лже-свидетелей. И самое важное, Он воскрес. Зола сожженного Будды была роздана почитателям, а Христос воскрес и вознесся в славе. Он наш ходатай, наш посредник. Дух Святой заменяет нам, верующим, Его личность до встречи с Ним. Он – основание нашей веры. Было бы величайшим безумием поклоняться и молиться тому, кто не есть Бог. «Принимающий Меня, принимает Отца», – сказал Христос. Отвергая Христа, человек в сущности отвергает Бога. Первое послание Иоанна, глава 2, стих 23. «Давид назвал Христа Богом. Помазал Тебя, Божие, Бог Твой. Псалмы. Мнение, что Иисус Христос, Назарецкий плотник, сын Иосифа и Марии, учитель и пророк, но не спаситель и Господь, – губительно ложно. Это семя сатаны».